Слава Христу! Готовимся Пасху встречать? Да. Обязательно. Да. У вас такая книга есть дома? Нет, такой книги нет. А вот надо бы, чтобы была она в доме. Она главное направление дает человеку, чтобы верили во Христа, спасение его, жертва. Все знают Пасху, яйца, куличи, а это никакого отношения не имеет к Пасхе-то. Так придумали. Пасха – это исход означает по-еврейски, Песах. Как они из Египта выходили, и Господь десятую казнь дал всех первенцев уничтожить, чтобы отпустил фараон. И кровью ягненка помазать косяки надо, и перекладину, агнец. А Христос – это божественный агнец. То есть все это заветие было прообразом показать, как это будет на самом деле. И когда люди верят во Христа, просят его занять сердце, тогда жизнь меняется решительно. Я с детства знал, что Бог есть. И в армии служил, и любого, может быть, послали бы воевать-то. Мимо бы не пропустил. А когда уверовал, мне все это уже не мое. 23 года только обратился по Евангелию. Верил, что Бог есть, суд есть. Это я с детства знал. А вот Бог так сделал, чтобы услышал Слово Евангелие. И вот 56 лет этим путем Господь хранит. Пришлось пройти. Людям возвестить путь спасения. В Библии написано, что верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Вот в эту рулетку. Тут люди зашли. Для чего? Половина почти голая. Голая. По процентам 80 мусульмане. И прям показывает открыто. Блуд творят, всякую мерзость. Почему? Бога нет. А раз нет, значит, твори, выдумывай, пробуй, как Маяковский говорил. Так вот. Нет у человека сегодня тяги к Богу. Патриарх Кирилл говорит, раньше было колокол ударить, люди идут. А сейчас, говорит, хоть из пушки бей, и пошевеляться. Живут одним днем. Ладно. Мы вот православные... В каком городе живем? Это город у нас Барнаул, Алтайский край. Да, знает. Мы строим православную деревню, получили землю, зарегистрировались. Первым делом... Алтай, Алтай. Я знаю, где жил Алтайки. Ну? Ком город, заезжай, Алтайк. Вот у нас большой... Большой Ютуб. Можете зайти на наш канал. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Вот четыре слова. Зарядите и зайдете. Вы не уснете. Там все показано. Мы не составляем ролики. А как записываем, так и показываем. Конкретно. Вот как надо делать. 21 тысяча сел заброшены. Ни одного человека нет. И еще 10 тысяч на ладан дышат. Один-два человека. И мы получили землю первую в стране. И начали строить храм, дороги. Все сами за свой счет. Государство ни рубля за 27 лет не дало. Ни на что. Столбы свои там ставим. Как-нибудь... Потом теперь техника получилась. Земли маленькой. 450 гектар там. Фермер один. А которые раньше приехали. Вот те неверующие. Сейчас они маленько тянутся. Соседняя деревня от нас там. 16 километров. Женя Долгов. У него 6700 гектар. Эй, люди работают. А то земля. Больше миллиона 200 тысяч гектар. На Алтае было пустующей земли. Никому не нужная. Заброшенная. А сейчас все распахали. Замагали, да? Вот к нам люди кто... Тепло там у вас в Барнауле тепло? Как? Что? У вас там в Барнауле тепло сейчас? Да не так тепло, но... Теплеет. Видно, что температура идет вниз. Это кверху поднимается. Дня два назад было еще... У меня тазик стоит с водой для голубей. Так застывал. Я голубей... А я в Тамбове сейчас. А-а-а... Тамбовский... Тамбовский... Тамбовский волк. Да. Это Антонов вам дал кличку такую? А-а-а... Александр знал, как... Это... Тут жара у нас. А-а-а... Зара в неделю росли. Мы Бога благодарим за ту свободу, которую Бог дал. Вот иногда ругаются. А мы в дороге ехали. Господь позволил мне. Я преподавал в разных университетах. И 38 томов книг издал. Я их решил подарить библиотекам мира. Мы проехали по всем странам. От Владивостока до Лиссабона. И вот... Каких только людей мы не видели. И стали давать... Свидетельствовать... Вот вы на наш сайт зайдете, если на Ютуб, там это все увидите. Как называете эту библию? Да. Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Обязательно рядом поставить. Это мои... Позывные. Сегодня зайдем. Найдете, да. У вас, может, какие-нибудь вопросы есть, касающиеся спасения, жизни? Жизнь я хочу спасти здесь. Ну, вот если вы вздумаете меня найти в скайпе, Игнатий Лапкин, зарядите. Я один с этой фамилией. Как Игнатий Лапкин? И Лапкин. Лапа. Маленькое уменьшительное слово от слова Лапа. Лапкин. Лапкин. Игнатий. Лапкин. И вы меня найдете. А если зарядите во свете Библии, Игнатий Лапкин, и через Гугл на сайт выйдете, на сайт выйдете, то там вы увидите все. Там абсолютно все. Ты мне подскажешь, пожалуйста, что мне делать? Почки у меня больные. Сейчас болят почки? Ну, что делать? Ну, самое первое. Не надо было допускать лишний вес. У вас лишнего веса сколько? Я вам сейчас скажу. Сколько у вас килограмм весу? Килограмм много, 150. 150. 150. А рост какой? Рост метр семьдесят три. А у меня метр семьдесят два. А вот представьте, у меня метр семьдесят два. Ну, почти одинаковые с вами мы. У меня 65 килограмм весу. 65. А то вы килограмм 90 лишнего груза не носите-то. Это как? Это тяжело же. И в почке-то даже перерабатывать все. Зачем же вы так это за собой не последили? Мне вот 80 лет будет 10 июня. Так у меня путь-то какой там. Меня за Бога сажали. Я в пяти тюрьмах был, в лагере. Но у меня три голубятни. Я лажу туда-сюда. Три. Две в деревне, одна здесь. И даже в комнате. На велосипеде. У меня ни машины, ни велосипеда. Мотоцикла никогда не было. Мы просто живем так, как бы сказать, в бедности. Но у нас все есть. И мы дорогой отъехали. Мы разговаривали, что там Путин, Путин. Если бы это дело было раньше при коммунистах, то нам бы деревню не разрешили строить. Я бы организовал лагерь детский. Православный. Первый в стране. И 45 лет был начальником. И ни рубля государству не дало. Тысячи детей подняли. А от советской власти она настолько гнобила. И все. Книги издать. Вот у меня 38 томов вышло. Они бы не позволили. Сделать миссионерскую поездку такую по всему миру не выйдешь. Я туда не хочу. Нам Господь здесь... А мы молимся за правителей? А уж как Бог примет. Я вот вспоминаю, у нас отец был. Вот так руки не было у него с фронта. И в семье у нас ребятишек было. Пять мальчишек, пять девчонок. Оба безграмотные. Такая бедность вопиющая. Ни одного больного ребенка нету. Ни одного. Я еще таблетки не съел. Ни одной. Это Господь так побуждает. Раз я бедный. А что, нечищенная картошка? А потом сварил, очистил. А отдельно там макароны. А потом смешал вместе. И все. Понимаете как? С чего вам начать надо? Вы этот отпост... Видите, вы если бы так крепко-то держались... Ну, я вот, допустим, о себе скажу. Если бы у меня сейчас вот такая беда была, как у вас. Ну, я думаю, месяца через три бы ничего не осталось. Разнес бы в дребезги. Молиться. Раз. Второе. Ничего, кроме сухаря и компоту. Кружку на Наде не бери. Один-два сухаря в обед и вечером. А сам шевелись, что-то делай. Копайся там, наклоняйся, поклоны делай. И это все уйдет. А так ты не желез, ты скопытишься и все. Ну, я рассказываю вам почему. Потому что мне приходится иметь... Ну, со студентами. У меня во всех отделах милиции вести занятия. В воинских частях, три радиопрограммы. Все время вот так вот в движении. Да, а с детишками-то не заснешь. Это большой лагерь-то. Да власти тут жмут. А все позади. Все у нас это в фильмах показано здесь. У нас тут 15 тысяч роликов. Представьте себе. Тысяч. Это вы на наш Ютуб сейчас зайдете. Вы оттуда не выйдете. Вам будет так это все близко. Вас как звать-то? Как мне? Михаил. Михаил? Да. Помоги, Господи, Михаилу. Давай с сегодняшнего дня начинай. Тем более пост идет сейчас. Вот сейчас 7 недель. Вот я, например, мясо вообще лет 50 не беру в рот. Мясо. Мясо никакого. Ни птичьего, никакого. И нужды никакой нету. Так на стройке работал. Мне власть советская не давала работать нигде. Я прораб был. А только мне 40 лет пищи клал в людях. Везде. А что кушаешь? Ну, что сказать. Ну, у нас в деревне же мы. У нас картошка своя. Я большую-то кому-то можно отдать. Не продаем ничего. А мелочь вот такая вот бывает. Я ее сварю, потом вареную очищу. Перетолкую толкушкой-то и отдельно. А потом отдельно макароны или что-то такое на воде. А потом вместе смешаю и все. А бывает капуста, лук, чеснок есть. Но только не вареная. Вот так как я много за компьютером сижу. Вот за 9 лет я провел больше 30 тысяч часов за компьютером. Нужна морковь. Морковь. Молоко пьешь? Молоко, когда разрешается, не пью, а маленько в воду разбавлю. А сливки будут, тогда можно ложку съесть. Пряник, если раньше было, на двоих. Мы работаем много. Водку не пьешь? Водку или что-то в рот не берем. Даже пива никакого. Ничего не берем. Даже одной капли не берем. Я гляжу, вы пьете. Пить тоже надо мало. Вы водянистые такие. У вас все это разрыхлено. И пожалей сам себя. Вот сын мой. Видишь, сидит. Знаешь, я что скажу, Михаил? Да, Владимир. Михаил. Я сидел в одной... Ну, в камере сидели, когда меня держали. Вот. И посадили помощника директора одного убийского. Редькин Владимир Прокопьевич. Ну, и он слушал меня и уверовал. И стали молиться вместе. И нас сразу отсадили отдельно в подвал. Там. А были на третьем этаже. Ну, и мы там... А у него живот вот такой вот, как подушка. Я говорю, что ж ты так довел себя? Ну, я ему сказал, начал паститься. Две недели прошло. Ты можешь не поверить. У него все сошло, ничего нету. Он в рот не берет. Да, главное, в очко-то на нас смотрят. Он ест или нет. А мы чашку выпросили. Он пустую чашку поставит, хлебает из нее. А те, когда отойдут, эти охранники, то он тогда, где в туалет, говорит, рыбки там пускай поедят. А сам молится и плащет. И все сошло с него. Это все надо помнить. Ты перед Богом. Одна коротенькая жизнь такая. Еще что-то так себе. Сколько лет-то вам? Мне 37. 37? Ну, а мне 80. Ну, маленькая разница есть. Конечно, есть. Ну, так, дорогой мой, ты начни молиться Богу-то. Сходи потом в церковь. Исповедуйся. Причищаться-то ты негожий. А исповедоваться надо бы. И не... Ходи больше. Не лежи. Чего ты развалился, как Адам под яблоней? Чего смешного? Надо трудиться. Вот у меня велосипед из района приехал, корреспондент. А потом пишет, говорит. Я, говорит, его на машине, говорит, едва догнал, говорит. Я гоняю все время. И три голубятни. Я к голубям обратно. А голубя-то, знаете, как дорого. Пилю. Видишь, сын у меня тоже... Сын тоже толстый. Здравствуйте. А сын-то еще, глядя на отца. А у нас никого в природе нет таких. Мы все на такой работе работаем. Вот я плотник, бетонщик, печник. Тоже толстенький. Ну, а это ничего не дает. Чего ты будешь лежать-то? Ты же не свинья, ты человек, не морж. Тебе надо двигаться. Тридцать-то семь. Ты должен таким выглядеть. Тебя хоть куда пригласят работать. А такую рухля-то, как медуза на берегу моря. Расползся и все. Я моряк. И поэтому не обижайся, если сравниваю. У меня были такие. И начинайте тренироваться. Жир этот уходит, когда человек... А что ожирение? Вы знаете, вот смотрите, я вам сейчас скажу. Четыре причины. Первое. Обжорство. Самое натуральное, прагматическое. Лишний жир. Второе. Лень. Лежать надо. А меня вот жена 50 лет не видела, чтобы я лежал днем. Никогда. Потому что ты лежишь. У тебя кровь-то здесь скатывается. И все. Тромб в легкие, в сердце. И все. Ты скопыльнулся. Второе. Третье. Третье. Сонливость. Любят спать. Днем никогда нельзя спать. Вот сейчас у меня уже 80 лет. Трудновато. Поэтому подушку подложу на стенку вот так вот. Вот видно, где я сижу. Сейчас покажу, как я сижу. А я вот так дело еще возьму. Вот такая сумка у меня. Я ее вот так вот кину, чтобы и звездкой голову не запачкать-то. И вот так вот. 15 минут и все ушло. Опять на ногах. Я когда писал книги и издавал, начитывал, 50 книг на аудио насчитал, и сон-то подходит. У меня на сон в сутки уходило. У меня на сон в сутки уходило 2,5 часа только. Ниже уже взять я не мог. Баба, живая тебе? Конечно, живая. И она еще бегает. Ходит и проповедует, и Евангелие раздает. Сейчас где-то поехала там опять. Это в человеке. Ты не разрешай сам себе. Сурово так сам с собой. И по-славянски говорится, мало яшь, мало пи, здраво будешь. А то я не могу. Конечно, живот тебе по свинячей начнет визжать. Не могу, умру. Не умрешь. А так все и веки толстые, и щеки. Ну, что ж, ты же не хомяк, а человек. Так, если сдумаешь найти меня когда-нибудь в скайпе, Игнатий Лапкин, запиши. Я вам дело говорю. Михаил, я дело говорю вам. Ладно, давай, дядя. Давай. Выздоравливай от лени. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.